Привет, друзья! Вы на канале Каяма ТСРА. Зовут меня Игорь Бондарь. Сегодня мы рассмотрим такую интересную тему, как настройка карабина. На самом деле, тема достаточно актуальна. И я вам скажу, что многие даже не понимают, о чем речь. Вот в этом видео мы попытаемся раскрыть эти моменты на конкретных примерах и указать на то, что является ошибочным, что является правильным, по нашему мнению. Кто такие мы? Ну, как бы, стреляющие люди, наверное, так, стреляющие много и местами успешно. Потому, я думаю, что наш опыт будет вам целим. Чёрт! 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 Если же нет, конечно же будет очень интересно услышать ваше мнение в комментариях А пока мы приступаем непосредственно к теме нашего разговора Итак, у нас в фокусе кадра В фокусе это полуатрометические карабины в 300-х калибрах 30.06 и 30.08, неважно что это такое Но это классическая компоновка, мы сейчас не говорим об R10 У нас R10 достаточно много, вон они в углу А вот сейчас мы будем рассуждать над охотой Почему именно над охотой? Потому что здесь как раз скрывается самое большое количество ошибок Допускаемых стрелками как начинающего, так и достаточно опытного уровня И умышленно ограничивающих неправильные настройки возможности своего оружия А возможности оружия на самом деле гораздо выше, чем стрелок, как правило, о них догадывается Мы не говорим сейчас о собирании группы, мы сейчас говорим как раз об охоте О загонных прицелах и о том, как это все подружить Где скрываются первые сложности Вот на примере этого Браунда Бара Я вам хочу показать, что чисто, скажем, из коробки Карабин настроен так, что высотащики приклада соответствуют высоте линии прицеливания И, к примеру, когда стрелок скидывается, у нас никаких движений дополнительных для поиска цели камушки и сопоставления их не происходит Как только мы устанавливаем оптику, высота линия прицеливания, высота оптической оси, да, вот этого самого прицела Она увеличивается, соответственно у нас возникают определенные проблемы с высотой щеки приклада Да, у этого Бара МК-3 есть регулируемая щека по высоте, это очень большое благо, причем в очень больших диапазонах Но на самом деле большинство карабинов аналогичного класса такую щеку не имеют Итак, первый момент, первая проблема, это высота линии прицеливания Второй момент, очень важный, это фокусное расстояние Потому что, к примеру, фокусное расстояние, это та настройка, которая позволяет вам мантову Не ловить прицел, вот скажем, по высоте, так не ловить его еще и изображение вдоль Вот это фокусное расстояние, неправильно настроенное, очень сильно ограничивает возможности вашего прицела Сейчас вы на экранах видите правильное фокусное расстояние, где прицел установлен правильно от, скажем, от линзы до глаза Сейчас видите изображение неправильное, когда прицел очень близко к глазу, к примеру, при неправильной установке прицела Мы очень сильно, во-первых, ограничиваем само поле зрения, во-вторых, появляется неприятный черный круг, который к тому же не способствует стабильному выстрелу И третье положение, когда прицел очень сильно удален от линии прицеления На самом деле, не так страшно, к примеру, на кратности 1, но на больших кратностях уже возникают определенные трудности Да, есть целая, скажем, субкультура скаутов, которые используют винтовки 300-х калибров, используя прицелы, которые находятся на большом удалении И это фокусное расстояние большое, но, опять же, это определенная техника, которая требует определенной сноровки и тренировки Сейчас же мы говорим о рядовом стрелке, который купил карабин, купил прицел и так далее Так, что делать? Первое, что вы должны понимать Установка прицела должна быть как можно ниже по отношению к ствольной коробке Второй момент Эта планка, на которую ставится прицел, в данном случае здесь на арбошке стоит вивер Должна быть как можно длиннее, в идеале, для того, чтобы можно было настроить опять по длине, по установке этот прицел Третий момент Никаких длинных прикладов, вот прям и удлинительных прикладов ставить не нужно Почему? Потому что, к примеру, большинство из вас привыкло стрелять в такой стойке Особенно, когда охотники начинают выгибаться, как лучники с этим прицелом Во-первых, эта стойка менее стабильна Кто бы что ни говорил, я очень легко это могу опровергнуть насчет стабильности этой стойки Эта стойка менее стабильна Во-вторых, она достаточно требовательна к самому положению прицела И, как правило, начинаются какие-то станции с бубна Третий момент Как я и сказал, прицел должен быть как можно ниже Соответственно, у нас появляется определенное требование к кольцам Кольца тоже должны быть как можно ниже Есть определенные индивидуумы, которые ищут кольца высокие Более того, высокие, с прорезью, для того, чтобы видеть механические прицелы приспособления Понимаете, если стрелять по бумаге, лежа где-то там из своего дедушкиного СКС Патронов 7-62-39, сворованным с армейских складов В принципе, пофиг, куда промахиваться Ну, как бы, где-то попал, где-то промахнулся Если же мы говорим об охоте А когда этот момент занимает у нас там буквально 2-3 секунды Мишень видна в поле зрения очень неположительное время Времени на шевеление головой вокруг прицела Банально просто нету В этом является причина промаха очень часто Промах или стрельбой вслед Или попытки успеть за мишенью За целью попытки догнать, перегнать Вместо того, чтобы просто скинуть и выстрелить ровно в то место, куда, собственно, вы собирались Потому в этом вопросе высота колец Высота оптической оси, соответственно Дистанция, фокусное расстояние Это крайне важные элементы, которые важны в первую очередь Если же мы говорим об аэр-15-х Примерно там подбирать ничего не надо Купил обычный моноблок нужной длины Купил прицел, поставил, помолвал И все В таких же калибрах все наоборот По большому счету это вот такая грубая настройка прицела Это грубая настройка карабина Которая требуется для любого охотничьего оружия Для того, чтобы обеспечить максимальную скорость стрельбы Опять же, чтобы не выпускать отдельное видео Коснемся еще темы гладкоствольных ружей По большому... да, один момент Если мы говорим о загонной охоте И о таких динамических, быстрых перемещениях целей по направлению стрельбы Эти основополагающие пункты Они актуальны как для болтового карабина Так и для полуавтомата охотничьего типа Теперь давайте, чтобы не выпускать отдельный выпуск Мы еще поговорим по поводу ружей Где тоже крайне важно вот эти моменты понимать Исходя из этой концепции Соответственно, то есть высота щеки приклада Соответствует высоте прицельных приспособлений Прицельной линии Важно очень понимать, что Я напомню, я уже говорил об этом в своих видео Что важна не столько высота планки Сколько соответствия ее высоте щеки приклада Потому что на 12-м калибре это чувствуется еще более Сильно и выраженным Нежели на нарезном ввиду чуть большей отдачи К примеру, когда мы встанем из 12-го калибра Ну, здесь есть промежуточная мушка Которая позволяет нам очень круто позиционировать Это ружье для стрельбы пули Или для более точного выстрела Когда мы стреляем из 12-го калибра Вот высота планки Должна быть таким образом подобрана Не надо говорить о том, что мы должны стрелять Открытые планки, закрытые планки Вообще, на самом деле, это такой вопрос очень спорный Когда стреляешь 25-30 тысяч в год Вопрос там от открытой, закрытой планки не стоит Потому что почему-то актуально для тех стрелков Которые стреляют по ящику патронов в сезон Для стрелка, который стреляет много Это не важно Важно, чтобы планка была подобрана таким образом Чтобы после повторного выстрела Мы не искали башкой и взглядом не привязывались к мушке А максимально быстро возвратили ее на линию прицеливания Соответственно, как происходит прицеливание Для того, чтобы сделать быстрый прицельный выстрел У нас есть воображаемая линия прицеливания Которую мы наводим, условно говоря, на то место Куда собираемся выстрелить И подводим оружие под эту линию прицеливания Без посторонних движений Без паразитных движений Потому что любое паразитное движение Это время То бишь, грубо говоря, если мы хотим выстрелить В какую-то точку Весь процесс прицеливания В замедленной стенке выглядит вот так Скинулись И все И мушка уже на мишень Никаких движений головой мы при этом не делаем Если мы, к примеру, выстрелили, промахнулись Или, к примеру, этого выстрела недостаточно Оружие под воздействием отдачи смещается с линии прицеливания Так вот, опять же, высота планки и высота щеки предплана Должны быть рассчитаны таким образом Подобраны Чтобы оружие возвратилось опять же на линию прицеливания И никаких повторов Повторюсь, паразитных движений не происходило Если же мы, возвращаясь к оптике Применим это к оптическому прицелу Если мы этот постулат Применим к оптическому прицелу То должно произойти следующее К примеру, карабин после выстрела У нас уходит с линии Марка уходит с линии прицеливания И возвращается опять в комфортную зону Где минимизировано, во-первых, вот это черное кольцо вокруг прицела Во-вторых, правильно подобрано фокусное расстояние Чтобы мы не искали этот момент И третий момент Это чтобы мы не поднимали голову В поисках оптимальной высоты То есть, по большому-то счету Вот в этих моментах и кроется вся настройка карабина А не в настройках спуска Не в настройках дульного тормоза компенсатора И так далее Это все вторично И, конечно же, самый главный момент Это стойка Ну, как бы, обязательно мы должны компенсировать Наши повторные выстрелы Правильным центром массы Соответственно, вывод Настроить карабин и ружье достаточно просто Зная эти моменты Ну и, конечно, больше стрелять Потому что, купив карабин Купив прицел Купив к нему пачку патронов К сожалению, результативность Ваша никаким образом не вырастет А купив просто карабин И купив два ящика патронов И убив их на стрельбище Вы увидите чудодейственный эффект настрела Если согласны Обязательно ставим палец вверх Если не согласны Напишите, почему не согласны Если ваше мнение окажется Скажем, настолько интересным Чтобы о нем поговорить Мы, конечно, тему развеем дальше Пока